обстановление моей личности непосредственно я вот вспоминаю в частности своих скажем так ветеранов особенно вспоминаю эдуард федерального шариха непосредственно который заприметил меня тогда молодым пацаном ничего не знающий про это хоккей под его руководством с таким ветераном как козбигда и любящий бойбов санян селедина фариз гангеров но они уже ребята были с опытом выступая на международных соревнованиях они были основными игроками сборной средства союза участвуют в моих международных соревнованиях приходилось мне с ними находить общий язык серик калимбаев родился 14 декабря 1961 года в алма-атте заслуженный мастер спорта ссср по хоккею на траве двукратный обладатель кубка европейских чемпионов серебряный призер чемпионата ссср 11-кратный чемпион ссср пятикратный обладатель кубка ссср вице-президент федерации хоккея на траве республики казахстан главный тренер женской национальной сборной ну на сегодняшний день моя основная деятельность связана с хоккеем на траве с моим видом спорта которым я дал практически по жизни на сегодняшний день я являюсь вице-президента федерации хоккея на траве также являюсь главным тренером женской команды казахстана основная деятельность это наше развитие нашего вида спорта буквально пять лет тому назад мы теперь те ветераны последние которые остались здесь казахстане ну собрались как неожиданно переказы сексимбаев амит муратов я поговорив о том что наш вид спорта в казахстане совсем умирает надо его зажигать если не мы тук-тук после нас практически уже никого не осталось поэтому мы собрались пять лет назад и как бы начали возрождать заново до нас развитием хоккея занимаюсь саян шеверденов и фарид зенегиров и за пять лет я могу сказать что прицеп команда была снова реорганизована привлечены те девочки которые ранее играли с этим опытом мы привлекли также молодых девочек и салат курганов который сейчас является костяком нашей команды ну за пять лет мы засели в принципе уже определенного уровня рейдинг наш был 70 на сегодняшний день 30 я считаю что это все-таки успех какой-то есть но на этом мы конечно не будем останавливаться будем двигаться дальше вперед и за буквально эти пять лет мы уже стали трехкратными чемпионами кубка азии непосредственно и вот последний кубок азии который прошел в кладокургане дал направо участие участвовать на чемпионате мира на следующий год в модуне все это начиналось конечно с тех сих далеких времен когда я еще буквально подростком добирался ли вид спорта как чем заниматься даже не думал о том что есть такие высокие горы где спортивная так старом где куда можно и залезть и быть первых спортсменов мира поэтому для того чтобы определиться для дальнейшей своей судьбы именно прийти к хоккейную плеве не так просто для меня вообще вид спорта ранее даже не знал что он существует для меня были такие виды спорта такие шайбы футбол на самбо я ходил спортивной гимнастикой занимался ну спортивной гимнастикой мне очень много дала но я пришел сначала в команду ледовиков те времена были такие великие хоккеисты как бачков лобачёв поднял в чеклысток ленкин это у всех на устах ветераны болельщики они знают этих людей это легенда нашего вида спорта и вот пацану пришел с женской команды в эту команду с ними катался тренировался непосредственно глядя на них брал с них очень много по ну тянулся я сильно почему потому что они для меня были кумирами я пытался если старался может так сказать чтобы не упасть в грязь лицом каждое их не движение каждым каждому их ним технику скажем так движению обманные финты и вот эти все я уплакал на лицо практически постоянно поиск постоянно оттачивал а реку дуэр фельданш он взял команду хоккей на траве как бы с нуля начал поднимать а до этого создал вообще хоккей с мячом в казахстане это вот как он был отцом будучи в команде в течение там года полтора эдора фердинанович приметил заметил меня видимо и по юнской команде и потом здесь и с казбеком дольвейшим борьбовом переговорил меня попросил его чтобы меня проверить где-то на каких-то турнирах на каких-то соревнованиях учебно-тренировочных сборах он пару раз он не взял я приехал с командой побыл она не посмотрел выгнал себе номер ну и спрашивается ну что как у тебя вообще впечатление впечатление у меня очень хорошая не вид вискута тоже очень нравится подумал я хочу хотя бы тебя видеть у себя в команде она таки получилось вот как бы силу благословения я попадаю в команду хоккей на траве вот один отдельно хотелось бы сказать про клубы терапевтических пионов это вот мы два раза вы его выигрывали за за все это время единственно наша команда которая по хоккей на траве могла достичь таких результатов на тот момент меня было это был первый раз мы выиграли восемь втором году во франции в париже под париж на версаль такой город из метода был 21 и полных лет тоже молодой ну такого особого мастерства я еще не достиг но все-таки играю в основном составе вместе со своими партнерами по имени вот и получается таки можно что мы по выигрываем следующий год чемпионат сервис посолюза естественно и на курс и песни чемпионов приезжаю приехали мы туда в париж команда 8 команд разделенные на две подгруппы если мы попадаем в разные сетки клянс витсерланд и мы в разных группах мы через свои ситы прошли как-то тяжело очень мы команда настроились очень сильно мы настроились на этот финал практически не достигли уже по результаты что за силу предыдущие наши команды с 1 и пласт что мы не хуже их сыграли уже на этом турнире это нас как-то более-менее успокаивало особенно меня все-таки по ним 21 год и ответственно большая глава нас по ходу матча мы задали такой темп что они не выдержали и мы уже походу смотрим уже выйдем первый там 40 голландцы не понимаете что чё за команда приехала ничего у них не получается абсолютно помню глаза и как кричал сильно капитана капитан как голландской команды он уже был и капитан сборной голландии темпу 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 4 но горят ну правда немножко во втором тайме уже под конец видимо уж под устали может уверенность насколько это привело что мы его должно выиграть мы пропустили буквально там богом а таким образом и финал выиграли 42 и что было очень приятно практически стадион бы полная очень много было зрителя и все команды иностранные все болели за нас это было видно вот когда мы выиграли финальный свисток эйфория какой-то груз плеч такой упал но все уже силы нету я упал на траву там лежала естественно может и плакал может не вспомнил но очень сильно очень много сил отдал этой победе и состояние было такое там небесах нахожусь пространстве каком-то все подбегают обнимают поздравляю практически все зрители были на стадион в этом же году опять же выиграть чемпионат советского союза и на следующий год обычно чемпион советского союза визит на такие соревнования и мы получается второй раз едем участвовать на кубке европейских чемпионов но едем уже домой голландцы финал очень много очень много людей на трибунах игра началась опять мы включили свой двигатель и как бы скоростях мы опять опережая во всех моментах голландскую команду первым там заканчивать 4 на нашу польшу выходим на второй этап зарабатываем 7 метров и это футболе 11 метров и пенальти фарис дегониров к сожалению промахнулся также чтобы 50 и я думаю там еще понакидали но игра немножко сравнялась они забили нам а тут навечно цене помню то ли один то ли два гола опять же это практически то же самое они проиграли у себя дома на данный момент у меня большая семья супруга лула и зовут три дочь три дочери у меня есть малька старшая сальма средняя и дарина сама матча 10 лет она учится в школе родились первые для девочки тоже было большое огромное желание чтобы они продолжали спорт но так получилось что девчонки перепробовав многие виды спорта остановились как вне вне его но я честно говоря не наставил на этом почему потому что знаю о том что как тяжело дается хлеб насущное в спорте большие очень нагрузки но я подумал не надо девчонкам заниматься столь профессионально активно спортом больше физкультуры не будет не более того как бы я об этом не жалею на сегодня на тот момент я был действующим спортсменом естественно много приходилось выезжать на соревнования мало времени приходилось уделять естественно семье детям воспитание и поэтому это все легло на плечи супруги хотелось бы ей сказать огромное спасибо за то что вот на сегодняшний день я может осознать ими